Всем привет, с вами Вася из Нью-Йорка и канал про Америку. И сегодня с вами рассмотрим тему «Мой первый шок в США. Что меня здесь удивило?» И сразу будет спойлер, российская пропаганда говорила неправду. Это мягко говоря. Я думаю, об этом все прекрасно знают. Даже сами российские телеведущие, которые об этом говорят. Не зря у них тут у всех. Квартиры, жилье, семьи, дети и так далее. Поехали. Первое. Люди здесь в Америке более добрые. Это замечается сразу. Изначально я ждал какого-то холодного отношения. Я смотрел российские телепередачи и думал, что американцы думают только о деньгах. Я думал, что в Америке деньги, деньги, деньги. И человек на последнем месте. А как оказалось, здесь люди гораздо добрее, чем в России. Это мой личный опыт. И не только мой опыт моих знакомых. Люди здесь настолько добрее, что могут с вами соседи здороваться, которых вы не знаете. Люди на улице могут вам улыбаться, причем искренне и желать хорошего дня. Это очень необычно и поначалу повергает вас в шок. Причем, когда я стоял в магазине в очереди, я не мог сначала с этой мелочью разобраться, с американской. И сзади меня бабушка русскоговорящая просто за меня мелочью доплатила. И она сказала, все мы здесь бывали когда-то, новенькие иммигранты. Сейчас я вам помогаю. И вы потом также будете помогать. Привыкаете. Здесь люди добрее. И еще мне сказали, привыкаивайся. В Америке люди помогают друг другу. Это такая страна. Здесь просто принято помогать. Поехали дальше. Ну и, кстати, скажу, здесь пирамида Маслоу заполнена у людей полностью. То есть у людей, которые здесь живут в Америке, уже нет проблем с едой, нет проблем с базовыми потребностями. С этим все в порядке. Поэтому люди могут быть добрее и уже помогать другим. Это, я думаю, в принципе, не секрет. Следующий. Медицина. Медицина в Америке гораздо лучше. В Америке имеется в виду в США. Я в России страдал косоглазием. Примерно в 30 лет оно у меня наступило в результате депрессии, нервного срыва. Там у меня еще панические атаки были. А здесь, в Америке, мне косоглазие сразу же вылечили хирургическим путем. Ну, когда пандемия прошла, когда я пошел к врачу, и я еще долго с мыслями собирался, потому что я долго не мог решиться на эту операцию. А в России мне врачи говорили, что мне с моим косоглазием придется жить всю жизнь. Кто-то мне обязательно пишет. Но ведь в детстве многим делают. Да, но у меня косоглазие наступило примерно в 30 лет в результате депрессии. У меня случай немножко необычный. Причем у меня косоглазие могло переходить с одного глаза на другой. И если бы я напрягал другой глаз, то у меня косить начинал иной глаз. То есть, такая вот была проблема, и я мог видеть одновременно двумя глазами. То есть, у меня было две разные картинки. В общем, случай неординарный, поэтому российские врачи, возможно, мне говорили, что вам придется с этим всю жизнь. А в Америке здесь врачи сказали, да, без проблем, ничего такого, конечно же. И меня прооперировали. В тот же вечер я уже был дома. Поехали дальше. Насчет медицины, кстати. Многие говорят, что да, здесь медицина очень дорогая. Действительно, медицина очень дорогая. Но здесь у людей есть медицинские страховки. Вы, если посмотрите, сколько стоит российская медицина по перечислениям из ФОМС, Фонд обязательного медицинского страхования, вы удивитесь, что и в России медицина тоже не бесплатная. И врачи, и любой медперсонал в России тоже хотят кушать и работают не за идею, а за зарплату. Так что давайте не будем надеяться на сказку. А мы реалисты и все прекрасно понимаем. Идем дальше. Качество еды. Здесь еда гораздо лучшего качества. Это лично мое мнение, разумеется, и мой жизненный опыт. Когда я здесь впервые попробовал еду, я подумал, что мне напоминает здесь, например, свинина или фрукты. И я вспомнил, свинина мне здесь напоминает то самое, что было в деревне, когда я был маленьким. Здесь у продуктов очень часто тот самый вкус, который нам был знаком в детстве. В Америке очень строгий контроль продуктов. И я вас не обманываю. Почему-то те, кто живет в России, никогда в Америке не был, они очень часто пишут, в Америке вся еда пластиковая. Да вы посмотрите, там все из пластика. Понимаете? Ну, это абсолютно неправда. В Америке еда действительно очень высокого качества. Ну, разумеется, зимой клубнику, если будете покупать, она может быть не самая великолепная. Но все-таки не забывайте. Зимой клубника, ее везут издалека. Следующий пункт в Америке – это свобода. Вы имеете право быть личностью. Никто вас не осудит за то, что вы идете в очень яркой, какой-нибудь веселой там футболке или кофте с капюшоном Винни-Пух. Между прочим, у меня такая есть кофта. Я все это называю кофтой, ничего не знаю. Никакий лонгслив, у меня все это кофта называется. И здесь американцам с детства говорят о том, что вы имеете право на счастье. Вы должны быть счастливы. Вы имеете право быть личностью. Хотите носить безумную кепку – носите безумную кепку. Посмотрите на людей. Я людей часто снимаю. Как вы видите, никто с ума не сходит. Поэтому это очень счастливая страна. Страна счастливых людей, где вы имеете право на счастье. Это, казалось бы, такая мелочь, но это очень важно. Следующий – экология. США за этим очень сильно следят. Я живу в Нью-Йорке, вот он я. Мне 35, скоро 36. И я очень сильно удивился, что здесь в огромном мегаполисе официально 8,5 миллионов человек, неофициально 14 миллионов человек. Здесь очень чистый воздух. Здесь, в Нью-Йорке, пахнет океаном. Пахнет океаническим бризом. Здесь от автомобиля не пахнет. Если вы будете стоять на дороге, на многополосной дороге, вы не будете ощущать никакого запаха выхлопов. Здесь стоят у автомобиля катализаторы и сам бензин более высокого качества, что меня очень сильно удивило. В огромном мегаполисе пахнет цветами и океаном. Да, когда вы идете по таким большим улицам между непоскребами, здесь запах океана. Булочки, свежие выпечки. Ну, конечно, смотря в какой район зайдете, или если будет день выброса мусора и будет жара, вы будете возле мусорки стоять, то, разумеется, будет пахнуть тем самым. Сами понимаете, давайте не будем идеализировать. Следующий. Одежда. Здесь одежда дешевле. Причем оригинальные бренды, такие как Эльвин и Кляйн, Адидас, Найк, которые, я думаю, у меня в роликах часто звучат, они здесь действительно дешевле по сравнению с Россией, что меня очень сильно удивило. Оригинальные кроссовки Найк и Адидас там на распродаже где-нибудь можно купить за 20-30 и выше долларов. И служить они будут очень долго. Причем одежда здесь шьется действительно очень качественно. Джинсы не протираются. Я знаю, что в России есть такая проблема у джинс, они между ног или там сзади пятки, они все время стираются. А здесь нет, здесь все с этим нормально и джинсы могут служить несколько лет. Я по себе слушал. Следующие. Улыбки людей и соседей. Когда я первое время здесь шел по улицам, я обращал внимание, что чужая бабушка может просто, как будто бы у меня есть моя бабушка, чужая бабушка может к вам просто улыбнуться и пожелать хорошего дня. Я сначала стоял, щурился на нее, думал, да вы кто-то вообще. А потом я понял, здесь просто люди такие. В общем, подытожим. Здесь страна для жизни, а не для страдания. Здесь люди имеют право быть счастливы, и они счастливы.